Приветствую любителей винила. У меня наконец-то такие я заполучил две специфические пластинки Deep Purple. Начну, пожалуй, с этого. Судя по обложке, понятно, что это Stormbringer, но нет, называется Soldier of Fortune. Это южнокорейское производство, вроде как 88-й год. Почему так называется? Да потому что они Stormbringer взяли и выкинули с этого альбома. То есть минус одна песня и переименовали сам альбом. Зачем это сделали? Без понятия. Песня хорошая, зачем ее выкинули? Вот вместо текста Stormbringer здесь просто вот такая вот лейбочка. И вторая пластиночка, не настолько специфическая, но все же. Вот это альбом, так и называется Deep Purple, но если мы в простонародье у нас в СССР назвали это Апрель, то мексиканцы, это мексиканского производства, они назвали этот альбом по одной песне Bird Has Flown. Вот, это по-испански El Vuelo del Pajaro, короче. Вот, они вот решили так вот наименовать, почему-то тут женщина. И сама надпись Deep Purple что-то очень плохо видно. Вот, зачем они так сделали, непонятно. Но, тем не менее, это какой год? 70-й. Очень даже в хорошем сохране, такой очень толстый конверт. Хорошо так, более-менее сохранился. Вот, Deep Purple, тут стерео. Здесь такие вот надписи. Английские названия идут вслед за ними уже на испанском. В общем, сделано в Мексике. Вот, птичка улетела. Так, сама пластинка. Да, царапки есть, но они совсем поверхностные. То есть, ничего такого вообще не предвещает никаких помех. Вот. Ну ладно, с этой пластинкой все понятно. Теперь вот вот это. О, ну это вообще прям новенькое. 88-й что ли год. Printed in Korea. Вот, практически все одно и то же. Вот почему-то Stormbringer выкинули. Не знаю, почему это сделать. Вот, и пластинка прям вообще новенькая. Вот такие дела.